Всем привет! С вами Вольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня я хотела вам рассказывать, а потом передумала, что посеять в декабре. Когда-то я вам рассказала все от А до Я. Да и вообще, это такая история, в которой чувствуешь себя немножко неловко, потому что вот я в декабре сеять ничего не хочу. Если бы вы были хозяйственники, и у вас было огромное тепличное хозяйство, я бы вам рассказывала, как вырастить к маю месяцу цветущую бегонию, и посеяли бы ее в декабре. Я бы рассказала температуру, влажность, подкормки. Но нам это не надо. У нас нет ни теплицы с отоплением и вентиляцией, у нас нет температуры, у нас нет влажности на подоконнике. И все эти истории, когда выращиваем зелень, как правило, заканчиваются плачевно. Можно вырастить, в принципе, все, но надо все четко соблюдать. А как мне на окошке соблюсти? Если там, при кажущейся тепле в квартире, там всего лишь градусов 12 может быть. Вот походите как-нибудь там, градусник, термометр поносите, на окошко положите. Метр от окна у вас будет 22-24, а на окошке будет 10-12. Ну и кто же там захочет в сырости и влажности расти? Поэтому я, приближаясь к тому, чтобы никого не обманывать, расскажу вам, как бесплатно вырастить ту же микрозелень. Ну, условно говоря, бесплатно микрозелень. Может, давайте придумаем ей название медиум-зелень. Потому что она будет, в принципе, из даже очистков, отходов, которые у нас всегда есть на кухне. И иногда мы это просто выбрасываем. Поэтому, когда у вас от неправильного хранения начало вдруг прорастать либо морковь, либо свекла, либо лучок. Возможно, вы в магазине купили сельдерей или пекинскую капусту, или продают иногда салаты, прочую пряную зелень, продают уже пророщенную в горшочках. Не выбрасывайте горшочки, посмотрите, какие корни. Мы их потом посадим. Так вы можете поступать с любыми корнеплодами, для того, чтобы у себя на окне совершенно бесплатно и с удовольствием вырастить и получить какой-то результат. Что мы будем дальше делать? Например, морковка. Вот она хранилась в холодильнике. Плечики были не обрезаны. Влажно. Вполне себе умеренно для нее температура. И она начала прорастать. Берем. Ну, так вот резать, конечно, неправильно. Надо положить на досточку. И чтобы пальцы не порезать, вот так вот чики-чики распилить. И отправляем эту кудряшку в водичку. В зависимости от размера моркови мы наливаем, или сколько у нас будет в этой компании, в емкости, сколько будет нашего огорода, столько воды мы и наливаем. Потом мы, возможно, подольем. Вот эта свеколка прошла 3 дня. Я ее поставила в перлит влажный. И посмотрите, какая у нее получилась махра. Вот видно, да, какие уже пустили корешки. Мне даже жалко ее обрезать. Поэтому, возможно, вот так вот я ее туда снова и вкручу. И поставлю отдельно. А другая свеколка лежала просто, без горшочка. К корешке она не пускала, но зато тут уже пошли росточки. Поэтому мы ее отпиливаем. Верхний, так сказать, пояс. И тоже устанавливаем водичку. Точно так же мы поступим и с пекинской капустой. Часть листьев я уже обобрала, чтобы здесь у основания освободить место, от которого начнут прорастать корешки. И тоже опускаем в воду. Сельдерей, к сожалению, не успела закупить. Но сельдерей вообще замечательно прорастает. Можно его поставить, например, не в общую ложечку, а в баночку поставить. Корешки быстро отрастают, а затем, как отрастут корешки, можно пересадить в грунт. В грунте, конечно, любому растению будет комфортнее и приятнее. Затем лук. Некоторые прямо в таком виде лук и опускают в воду, потому что им жалко срезать вот уже типа такие перышки. И вот столько перьев много. Не пропадать же этим перьям. Нет. Мы срезаем верхнюю часть. Но здесь уже другая история. Здесь вся сила будет в корешках. Поэтому вот так вот мы и отпускаем в воду. Либо в какую-нибудь соответствующую размеру емкость можно поставить вот так. И здесь он пустит корни. А отсюда, с этого среза, освобожденный, будет радовать нас своей зеленью. Это сюда. С морковкой мы разобрались. Ну, давайте дальше ее сделаем красивый огород, чтобы у нас был. Всю ее отправим сюда. И вы знаете, я не все скажу, если не отмечу тот факт, если морковь у вас хранилась в подвале, где влажно и прохладно, или вот как у меня она хранилась в холодильнике, где тоже холодно и влажно, и пошли уже такие росточки, то поставим на подоконник, они столкнутся с тем, что да, снизу-то вода есть, а сверху все-таки сухо. Поэтому первое время, пока она войдет в силу, адаптируется к этой сухости воздуха, мы прикроем колпачком или какой-то пленочкой. Ну вот у нас есть еще салат. Эти корни мы обрежем, чтобы не мешали доставать из контейнера. Когда покупала, я специально выбрала такой пучок, где очень много, много было посеяно семян, у кого-то дрогнула рука. Нижнюю часть я еще раз подпилю, потому что корешки эти все равно они будут травмированы, они и так уже немножко подгнившие. И вот посмотрите, какой можно сделать огород. И я уже буду сажать непосредственно в грунт, потому что они с корешками. Можно не мельчить по одному, а можно и по одному. И отправляем в почву. Почва любая, какая у вас есть, это может быть даже просто песок, потому что мы же не будем выращивать тут их бесконечно долго. Углубляем и, конечно, проливаем, чтобы земля обняла все корешки. И я думаю, что через неделю здесь появятся проростки. И каждое ваше утро будет начинаться с такого замечательного огорода. Тут вам и медиум зелень свеклы, и пекинская капуста, и очень полезная зелень моркови. Свекла вообще очень замечательная история, когда-то моя бабушка варила так называемые по-белорусски ботвинья. Дедушка, который шел косить, он, конечно, не любил ботвинья, и он говорил от ботвинья девки-свинья. Ну и мне тоже не хотелось кушать. Когда я повзрослела, я, конечно, с превеликим удовольствием, когда я понимала, сколько микроэлементов и пользы находится в этих листях, я использовала в пищу. И даже голубцы получаются замечательно, ну, когда, конечно, она крупная растет в открытом грунте. Ну, я про дедушку снова хочу сказать, что, конечно, он и капусту не очень приветствовал. Ему бы кумпяка, это белорусский хамон, про капусту он говорил, а от капусты девки тлустые. И я снова обижалась и так не хотела кушать капусту. Но мы с вами будем кушать всякую зелень, потому что она крайне полезна, особенно, когда она легко получена своими руками в декабре на подоконнике. Приятного аппетита! До новых встреч!